Здравия всем! Мы с вами находимся на озере в Тичино. Озеро называется Лагу Маджоре. Сегодня 8 июля, 17 год. Вот это сооружение. Давайте я вам приближу. Ну, вечером сегодня будет салют здесь. Не знаю, по какому поводу, но сегодня день рождения моего мужа. Поздравляю моего мужа Марку. Маркушка моя любимая. Хозяин Барки, тоже зовут Марку. Марки. Такая большая яхта, парусная. Поставлю ее на фотографии. Сколько этих приспособлений, чтобы делать. Салют. Сколько будет красивых огней. С днем рождения. С днем рождения. Плыли. Вот здесь все внизу, городок Локарно. Минузио проплыли. Здесь все уже Локарно. Беллы-виллы. 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 Господи. Красивые. Красивые. Виллы находятся у берега. И стоит здесь, конечно, очень дорого земля. Домик небольшой, от миллиона и выше. Плывем потихоньку, без паруса, на моторе. Потому что это и с парусом, и с мотором лодочка. Лодочка. Смотрите, у нее такой вот якорь. Вот на той стороне озера земля дешевле. Меньше туристов. Городочки попроще. Не знаю, с чем связано. Бывает, что мы здесь гуляем возле озера. Машины здесь не ездят. Закрыта для них дорога. Но дорога там не очень большая. Есть велосипедная дорожка. И пешеходная. Много людей делают здесь кросс. Бегут. На велосипедах ездят. В общем, занимаются физкультурой. Такая башенка. Колокольчик там стучит. Будем говорить колокольчик. Будем говорить колокольчик. Будем говорить колокольчик. Вода шумит. Такое спокойствие. Привет! На улице 28 градусов жары, но на воде здесь вообще не жарко. Вот так вот нормально, ветерок, небольшой бриз, и если в городе от асфальта жарко, то здесь нет. Прекрасный вот такой отдых, народ отдыхает. Подъезжаем, проезжаем вот эту вот церковь. Давайте я вам ее поближе покажу. Вертолет летит. Вот мы подъехали прямо к центру Локарно. Локарно я уже показывала несколько раз. Вот с воды первый раз. Можно взять в прокат вот такие велосипедики. Вот это яхт-клуб. То есть стояночка яхтовая. Вот мы отплыли от другого яхт-клуба, другого городка. Сейчас вспомню, как зовут. Называется тот городок, откуда мы поехали, Тейнерво. Куська-клуба канал. Куська-клуба. Куська. У меня нет, я. Вот эта сад. Евгики-клуба. Черного одна. В днях. Я знаю, что она их послужит, Штур-клуба. Меха-клуба. Они тоже на три. Вот этот кораблик, он всё время стоит здесь, на приколе. В нём есть ресторанчик и бар. Марка говорит, что не слышно даже мотора, как работает. Вот мы проезжаем яхот-клуб и локарно. Локарно-клуб и локарно-клуб. Локарно-клуб и локарно-клуб. Проезжаем. Терми с солёной водой. И бассейн с пресной водой. Там хлорируют воду. И вот кто приходит в бассейн, там у них отдельный пляж. Выходят к озеру и также купаются в озере. Разделено на две части. Вот один, который с солёной водой бассейн. Он не бассейн, а как бы термин называют их. А другой прям бассейн. Несколько там таких, как сказать, корытцев, бассейнов в каждом. Вода подогревается, естественно. Мы проходим, ну как сказать, пляж. Пляж города Осконы. Вот сейчас модно вот такой спорт. Стоя. С веслом. Нужно держать эквилибрию. Все мускулы работают. Мышцы. Ну вот мы прошли пляж города Осконы. И вот сама Оскона. В Осконе мы были на... Вот говорила джаз Оскона и блюз. Вот мы были на фестивале. Я показывала вам набережную. Вот теперь мы с воды её посмотрим. Много яхт. А вот эти вот острова будем проплывать. Покажу вам с другой стороны. Острова Брисагу. И Заладебрисагу. Вот в горах строят вот такие вот дома. лесенкой. Чтобы был вид с окна на озеро. Вот думаю, что вот здесь тоже видно озеро с окна. Только далеко от озера. Смотрите, какой домик. Шикарное местечко. Такой будет стоить миллионов десять, если не более. Всё зависит, сколько площади и сколько земли у дома. Ну и здесь уже квартиры. Городской тип. Вот мы подошли поближе к Осконе. Гостинички здесь. Приватные пляжи. И вот здесь вот мы гуляли на фестивале джаза и блюза. Вот такая прыгалка. Карусель. 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 За приходится в машину. Карусель. Сейчас развернемся. Вот мы спустились вот по этой лестничке, здесь вот у них газ, но сейчас жарко, они не готовят, вот такую вот мы штучку ели, накладывали себе. Это вот синенькие, это нарезка, сыр, хлебушек. Мы уже все поели, вот в таких контейнерах они привозят покушать, а вот этот черный мы привезли контейнер с тортом, вернее 4 торта нам сделали. Покушать привозят в контейнерах, здесь не готовят. Давайте пойдем сюда. Света нету, я не знаю где включается. Вы слышите, как работает мотор, а на улице его практически не слышно. Значит, здесь у них два спальных места, лестничка. Внизу два спальных места, лестничка, стульчик. Вот это вот, который держит парус. Здесь также два спальных места на этой стороне и два спальных места. Восемь. Идем дальше. Здесь и еще раз. Два спальных места и два спальных места. Здесь у них это спасательные жилеты. Здесь у нас, чтобы за эту зайти, значит, вот такое вот и вот такое вот спальное место. Наверху тоже такие же. Это для деток. Здесь у нас, что-то крупное я хожу. Здесь у нас вот туалетик и рукомойничек. Вот такого плана рукомойничек. И вот я у вас тут. Вот здесь вот кнопочка такая, туалетом попользоваться. Рукомойничек, салфетки. Идем дальше. Здесь такой же туалетик. Только чуть-чуть поширше. Там был поуже. И пройдемте на кухню. И вот в хвосте у нас вот здесь вот тоже руль. Ну, сейчас за рулем стоит мужчина наверху. Капитан, здесь вот, смотрите, для пожара. Вот такая плитка газовая. Подготовили нам бокальчики для шампанского. Это мы пили вино за обедом. Это мешок для мусора. Здесь у нас дополнительный туалет. Здесь не знаю, чё. Может быть, что-то с холодильником связано. И здесь вот тоже. Сейчас здесь много бутылок всевозможных. И таких, и сяких. И двухспальная кровать. Это в хвосте. Здесь у нас всевозможные приборы, которые должны работать для мотора, для связи. Показывают, что все работает. Ну, вот я вам показала вот такую вот яхту на много человек. Вот если был бы дождик, мы бы все сидели вот здесь внизу. Смотрите, сколько мест. Он считает, что 25 человек. 25 человек на... Ну, вот на раз праздник. Изолы Брисагу. Изолы Брисагу. Как они их зовут. Еще их называют островами кроликов или бы зайцев. Нет, скорее всего, кроликов. Потому что... Изолы Дико Нильо. Это острова кроликов. А зайц это лепре. А кролик это Кунильо. Значит, вот этот маленький островочек. Вот с такой виллой там на углу. здесь вот есть проходик и вот этот следующий вот с такой вот виллой сейчас мы их обогнем и пойдем по следующей стороне вот на другой будем стороне будем смотреть что там есть как посмотрите какой большой гараж гараж для яхты здесь есть ботанический сад где есть павлины а ой господи павлины видите как даже не могу выговорить павлины белые павлины обалденные мы были здесь с мужем тогда я не увлекалась видеоматериалом также есть здесь местные жители которые живут имеют небольшую лодочку ездить покупать продукты есть у них также здесь ресторанчик один-два может быть в одном то мы точно были думаю что одни не отделываются два скорее всего точно гостиничка вот в том большом здании на большой вилле гостиничка очень красивое местечко если приехать посмотреть как турист и вот там у нас уже италия сейчас мы их обогнем и поплывем вот на швейцарии уже с другой стороны ван брисагу давайте я приближу покажу вам что там люди гуляют ботанический парк или ботанический сад а вот посмотрите какие вот горы вот эти вот интересная форма ну вот мы пообедали значит прогулка вот на такой яхте 5 часов 5 часов плюс обед плюс выпивка также вино всевозможные напитки ну берутся не за час а берутся за столько сколько людей здесь есть потому что питание это по человеку сейчас скажу сколько стоит ну так вот у всех спросила никто не помнит сколько стоит нужно будет смотреть в документы ну и хорошо я вам напишу под видео всю информацию насчет этой прогулки вот такие тортики сейчас марка еще отлин откроет и и и и и Возвращаемся назад Дети малые не спят Одному 8 месяцев, другому год и 6 месяцев Нет, год и 7 месяцев Я бы на их месте уже несколько раз вздремнула Вот мы должны поехать вон туда Где вот эти палации Два строения башенки Ну вот и прошло Сейчас 4 часа, пока доплывем будет 5 Пока выгрузимся будет 5 часов Я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья Кому понравилось, подписывайтесь на канал Елены Диригетти Ставьте лайки, ставьте дизлайки Задавайте вопросы Под видео запишу, сколько нам стоило вот это путешествие на этой яхте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!